Всем привет! Сегодня мы поговорим о менталитете, о турках. Ни для кого не секрет, что турки в принципе по жизни, да, если мы не берем какие-то трагедии, они патриотичны, объединяются, если где-то за границей, они очень многие, скажем так, будут помогать своим знакомым, друзьям. Сплочение здесь в стране. Турки, так как они вот это чувство патриотизма, и сейчас оно, конечно, увеличено, люди есть, которые плачут не только по своим погибшим, пострадавшим родственникам, они плачут о стране, о ее судьбе, они понимают, что сейчас будет с экономикой, что будет сейчас с политикой. Люди здесь сейчас реально из последних денег помогают пострадавшим, покупают гуманитарную помощь, помогают своим родственникам, вообще чужим людям. То есть, что называется, отдают последнюю рубашку. Ниже все это наблюдаю своими глазами, во всем этом участвую. Проблемка есть такая, что сейчас здесь люди не понимают ни по их менталитету. Здесь такие, конечно же, люди, я думаю, в других бы странах точно так же было. А вот эти мародеры, которые разграбливают гуманитарную помощь, я об этом в новостях про последних говорила, что здесь в Турции происходит, да. Мародерство это просто, для некоторых здесь это просто нонсенс, когда они дают последние деньги от своих детей, от своих семей, родителей отдирают что-то, отдают последнюю частичку, жертвуют, и это там разворовываются. Например, было видео, оно облетело вообще, вся страна возмущалась. Две проблемы, это воровство, и второе, странные люди, которые странные вещи, какие-то фонды помощи, я сейчас об этом точно расскажу, отдают. Ну вот первое, это мародерство, потому что здесь это люди не понимают, не приемляют. Очень часто полиция просто отрывает этих мародеров в группировке, которых люди на месте, сами пострадавшие поймали, их просто спасают полицейские. Им спасение в полицейском участке на самом деле. Много видео появляться стало, часто эта история такая не очень-то безнаказанная, не очень по правилам и законам, когда типа перевоспитания их бьют, конечно, этих мародеров, розгами я видела, есть видео, заставляют учить всякие фразы, типа я больше так не буду, прочтите извинения на камеру, вся такая история. Типа, а ли такие воспитательные работы, то есть, ну тут тоже вопрос о законности этих действий сомнительный. Но все равно, короче, не забываем ЧП-условия. В десяти этих зонах введено особое ЧП-положение. И вот ситуация была, чувак один, дяденька такой прям взрослый, уже прошаренный жизнью, представлялся там директором или менеджером, каким-то сотрудником спортсалона чего-то, в общем, типа собирал гуманитарку, там на месте в Хатайе уже, да, переоделся, то они переодеваются в одежду, в костюмы в МЧСников, полицейских находят, всяко-разно представляются, обманывают. Так вот этот чувак угонял фуры, и у него был склад, он какой-то там предприниматель или кто-то, короче, он себе на 6 миллионов лир нагрузил, прикиньте, воду, памперсы, еду, макароны, вот в чем люди сейчас нуждаются острым с неделю, вопрос еды там стоял, но все это натырил себе, ну, наверное, собирался это перепродавать потом людям за деньги, он просто наворовал это, это просто жизнь, там целый склад забитый, видео был, это ужас. По поводу мародеров, сейчас в простонародье, как люди сейчас говорят о мародерах, какая классификация есть, я вам сейчас хочу это зачитать. Первая категория, это необходимцы, то есть люди, действующие в состоянии крайней нужды, спасавшиеся из домов в том, в чем одеты, у них нет еды, денег, воды и так далее, эти люди брали только покушать для себя и своих родственников, то есть в разбитые, например, или раскрытые магазины продуктовые залазили, брали еду только для себя, для родственников и так далее. Мародерство это было из ближайших магазинов, куда привыкли ходить обычно за хлебом, колбасой и так далее, что-то возле дома своего, да. Такие были в первый день землетрясения, и власти, волонтеры относились оперативно к этому, они наладили эту историю, потому что начали привозить обогрев, еду, одежду и так далее, эти потребности людей закрыли, и ко второму, третьему днём после катастрофы этих мародёров, ну, их не стало, как бы людям это дали, и честно скажу, когда эти видео появлялись в первый день, еще в таком шоке огромном были, никто на это никак особо не реагировал, там, не знаю, не ругал, не критиковал, все всё понимали прекрасно, и порой были такие в социуме, да, комментарии, что, откройте магазины, да, сетевые, продуктовые, дайте людям еду, которая уцелела, им, да, не с голода помирать будет, там еще и холода не забываем, да, то есть, условно даже, скажем так, за эту группу необходимцев, то есть, кому это необходимо для проживания, то есть, вот оно про сплоченность, про душевность, вопросов это ни у кого не вызывало, и людям потребность закрыли, и такая категория мародёрства, мародёрство, краш, она сама собой исчезла. Вторая категория, это несуны, я про них тоже в видео говорила, это обыватели, бравшие уже товары длительного пользования, то есть, они берут бытовую технику, телефоны, там, часы, предметы какого-то, не знаю, вместо двух банок, например, консервов, они из магазина стырят, например, два ящика, или в гуманитарке они также просят два ящика консервов, при этом они говорят, ой, в этом огромная семья, то есть, каким-то образом обманывают, да, преувеличивают свою потребность. В общем, мотивация таких людей, это то, что плохо лежит, в этот момент можно в панике, прикоммунизить, если у них уцел дом, там, себе домой затащить, иначе, короче, сопрёт просто сосед, если не я это сделаю, то кто-нибудь другой, то есть, у человека вот такая работает система, да, если не я сворую, но всё равно кто-то мимо будет проходить, и заберут правила, заберу я. И к третьему, четвёртому дню эта категория тоже, по сути, исчезла, потому что появилось больше военных, полицейских на месте, патрули создали, люди стали эти бояться, у них была критика, есть, да, так как они, берём то, что плохо лежит вот так, да, если не я, то кто-то другой, они боятся полиции, наказания, и они тоже, по сути, вот это всё сошло на нет, это остаётся только в том плане, что они где-то завышают свои требования и говорят о гуманитарной помощи, там, за ней чаще приходят, чем другие, больше берут, чем им надо, может, жадность какая-то, в основном, что-то такое, то есть, это тоже, по сути, безобидная история относительно, ну, незаконно, да. Третья категория — это шайка, это уже то, что началось на, там, четвёртый день после землетрясения, это мелкая группировка, как правило, это 3-5 человек, собравшийся вокруг какого-то криминального элемента, все, в принципе, это знаем, да, представляем, то есть, кто-то уже там где-то в тюрьме, когда-то сидел, в принципе, нечестный в обычной своей жизни человек на руку и так далее, да, то есть, есть какой-то фактор, в частности, человек, который организованная, группировка, по сути, но это такая мелкая, да, короче, по соседству кто-то организовал, криминальное там местечко какое-то было, они там жили, они, эти люди ходят пешком, залезают в квартиры, которые остались без хозяев, например, и не разрушились, или какие-то ещё дома стоят, они именно домушники такие, они лазят по домам, телевизоры вытаскивают, золото, деньги у кого что есть и так далее, в общем, сложили в мешок и всё, что на себе могут своим ходом вынести, да, то вот это уже вот такая организованная группировка. Четвертое, это банды, это организованные группировки уже большие 10-15 человек, они передвигаются уже на машинах, на каких-то, знаете, мини-грузовичках с открытым верхом, куда можно быстренько закинуть, взять сразу много, налететь, нахватать, закинуть грузовик и быстренько умотать, да, то есть они такими налётами какими-то подъезжают, и магазины выносят, и где развалы какие-то и так далее. И пятая категория, вот это разбойники, это вообще, это с оружием нападают на конвои грузовиков гуманитарной помощи, то есть это массовка уже, это большие кражи такие, они забирают, так что нападают на машины с людьми, если машина дорогая, например, пострадавшие пытаются выехать, они забирают, они знают, что, да, условно, люди уцелели, дорогая машина едет, значит, там люди сидят какие-то, они забрали самое ценное из своих домов, это золото, наличка у кого что есть, да, какая-то аппаратура, компьютеры, ноутбуки, телефоны дорогие и так далее. Вот эти люди, которые разбойники, да, они прям перекрывают дороги и так далее, это и есть герои вот этих видео в интернете, когда перестрелки, полиция которых стреляет и так далее, которых боятся гуманитарные конвои, МЧСники в том числе, но МЧСники еще и с вот этими бандами по 10-15 человек, во основном у них стычки сражаются. Вот такая квалификация, скажем так, у людей, вот здесь словесное население, вот такие вот есть здесь проблемы на данный момент на территории, которая пострадала от землетрясения, все с этим сейчас борются. Также были видео в Инстаграме, очень много их загрузили, ТикТок и Инстаграм, что в сортировке гуманитарной помощи сначала думали, ну, это, знаете, немножко такой социальный момент, и поверьте, не все как бы психически здоровые люди вокруг нас правильно живут, их очень много, кто не здоров, но это неадекватная какая-то помощь гуманитарная, которую сдают люди. Как правило, это же закрытые мешки, пакеты различные, вот стали появляться, да, информация в Измире, мне писала девочка, что просили новую одежду с бирками, например, купленную за границей, принимают только что-то новое. Почему вообще эта история, вот такие требования, они не официальны к новой одежде, но они, это рекомендация, это не прям запрет какой-то, но рекомендация, это да, есть. Как к этому пришло? Во-первых, для того, чтобы гуманитарную помощь собрать от людей, когда люди приносят свою одежду, не покупают с магазинов что-то, нас просто здесь скупали и сразу несли там с чеками, не с чеками, а с ценниками, не снимая, в общем, этикетки, просто сдавали, это сразу видно новое, как бы легко сортировать. Чтобы это все распределить, помощь гуманитарная, это надо сортировать, то есть перекладывать. Для этого нужны люди, для этого нужно помещение, люди, а люди, которые там, если все волонтеры бесплатные, их еще и накормить вообще-то надо, если что, и напоить в том числе. То есть это как определенные траты и логистика, организация. Окей, этот вопрос мы решили, но когда люди открывают пакеты, что люди принесли, там есть неадекватная, абсолютно странная одежда, это всякие мусор из дома. Сейчас зима, просили теплые вещи, прям есть в списке в МЧС, афа здесь что нужно? Теплая обувь, резиновая обувь, одежда теплая, термопелье, варежки, носки, шапки, куртки, пледы, одеяло, подушки, матрасы, чтобы спать, походно-полевое, там всякая инвентарь различные, ложки-поварешки, вся прочая история и так далее. Пластиковая многоразовая посуда, например, которую можно помыть и снова не картонная тарелка, а пластиковая, чтобы она не билась, доехала туда до Хатай, да. Человек может много раз ее пользоваться, не выбрасывая экология при этом, все прочее. Что мы видим в этих сортировочных цехах, где люди сортируют? Летняя одежда, купальники, очки для плавания, это я то, что я своими видео глазами видела, обувь, стриптизерские, ботинки были, непонятно, кому они там в Хатай понадобятся, да. Про то, что там порванная трява, я вообще молчу, всякий хлам, короче, после чего надо было выкинуть, туда складывали. Использованные, поломанные какие-то там, я не знаю, средства, это был пистолет, термоклей, короче, зачем он там тоже нужен. В общем, не очень адекватные люди, и какие-то странные поступки, собственно, делают. И этого очень много, люди не останавливаются. Поэтому стали появляться в социуме вот эти видео, в социалке везде, в соцсетях, о том, что не надо вот это, вот, пожалуйста, трусы свои ношеные, пожалуйста, не кладите, потому что купите, например, новую. Ну, вам бы было приятно чужую одежду, нижнее, например, белье, одевать после кого-то, правильно? В общем, поэтому появились такие рекомендации, не прямо уж категоричные требования, к новой одежде всем. Потому что люди просто не понимают. Неделя прошла, эта тема скрылась сразу, на третий где-то день про сортировку, что приемлемое, пожалуйста, приносите, что действительно людям понадобится, а не мусор свой из дома. Мимо кассы не реагируют, поэтому стали вот такие, сразу гуманитарки, список претензий, скажем так, просьбы, что это должно быть новое. Ну, это логично, в принципе. Про тарелки тоже есть видео, я уже не знаю, в Турции оно было или в Сирии, не было видно ни людей, ни на каком языке они говорили, там только с надписями, что, короче, там стоит просто куча посуды, керамической, которая бьется. И это все тарелки там, например, это пострадавшим отправили, не знаю кто, как вообще. В общем, керамические, во-первых, тяжело носить. Во-вторых, это все бьется, это очень все далеко, где зона бедствия. И в-третьих, а пластик нельзя. То есть, ну, вы понимаете, да, о чем я. То есть, ну, много людей, как бы, с мыслью помочь, стали отдавать какое-то все свое ненужное, ношеное, дрявое, или вообще неактуальные какие-то вещи. Вот с целью с этим бороться, потому что это занимает работу вот этих сортировщиков, которых надо где-то разместить, накормить на пейде. Это отнимает время от сортировки реальной гуманитарной помощи, которая приходит. В общем, вот эти все трудозатраты, вот такие проблемки здесь у нас сейчас на данный момент, социалки у людей обсуждаются. В магазинах все есть. Я хочу еще отметить, что крупные сети, Микроса, Юсбир, Шок и так далее, простые супермаркеты продуктовые, там всякая одежда есть для дома что-то. Они сделали на вот эти вещи первой необходимости, бытовые, там, электрочайники я видела, обогреватель электрический, одежда домашняя, там, тапочки, носки, термобелье, худи всякие, на замке такие флисовые, кофты, штаны. Все это, шапки в том числе, пледы, подушки, одеяло, на есть этот товар, вот в Карфуре видела своими глазами, в Мигросе скидка 40-50%. Маржа, которую накручивают в магазин, это всегда 25% и больше. То есть они убрали свою маржу, накрутку, все, то есть по себестоимости вообще продавалось все это, стоило очень много дней, сейчас на данный момент точно не знаю, как на дни 5, первых практически 6, да. В новостях по телевизору у нас крутится 24 на 7 спасения людей, развалы, аналитика, статистика, геологи, сейсмологи, журналисты, все это обсуждают, и разлом изучают, и предгадывают, что же будет, и так далее, и так далее, и так далее. Про политику, что люди не возмущены, что кому что не нравится, за этим все ходят в твиттер, все смотрят, потому что в телевизоре этого нет. Эти темы мы обходим, то есть не даем людям почву вообще об этом задуматься. Там все про слезы, страдания и так далее. Знаете, я думала, что сейчас вот пройдет, начнут людей доставать, погибших, начнутся похороны, вот там сейчас начнется тоже заливание, огромное слез, в телевизоре вот эта трагедия, будут показывать, знаете, не показывают, но может быть, честно, и хорошо в том плане, что легче морально, и так трагедии хватает, еще это бы смотреть людям, но это очень тяжело было бы. Про похороны все очень, конечно, тоже переживают, хоронят и в братских могилах, и неопознанных очень много людей, или людей непонятно, кто это, трудно опознать, то есть не то, что у них родственников нет неопознанных, вообще понять, кто это, что это, потому что, называем, плиты бетона, это вся история тяжелая такая. Берут тесты ДНК и просто хоронят под номерами, под табличками, потом, если будут обращаться родственники знакомых, будут по тестам ДНК искать, короче, родственников. В Стамбул привезли первую уже партию детей, оставшихся сиротами, это была первая партия, 300 человек детей, их разместили по социальным центрам помощи, искали волонтеров, кто будет приходить на регулярные, ну, не каждый день, но если раз в неделю, то есть не пришел один раз и ушел, кто будет ходить с детьми общаться, дружить, выводить из стресса под руководством кураторов, психологов и так далее. Знаю, что есть такое в Бешикташе, в Бахчелеевлеере есть, или в Бакарькё, или в Бахте, ну, это два разных соседских района, там, знаете, это 5 минут ходьбы дела, где-то там, ну, скорее всего, в Бакарькёе вроде есть вот этот центр социальный, там детки живут, какие-то знаменитости уже устанавливали, устанавливали детей, но массовое это не несет сейчас характера, вообще вроде как запрещены усыновления, потому что будут максимально, когда все уладится, утрясется история, искать их родственников кровных, чтобы их отдали, нашли родственников, там, двоюродных, троюродных, еще каких-то детей в Турции, естественно. Есть детские дома, но здесь их очень, ну, они есть, и не скажу их там прям мало, есть дети, отказники различные, но в основном здесь есть семейные дети, детей забирают, даже дальние какие-то родственники усынавливают, там, братья, сестры, двоюродные, тети, дяди заберут к себе, но не в детский дом, а дадут. Поэтому будут максимально устанавливать их родственников, связи, в общем, искать родителей, ну, точнее, искать их родственников, чтобы их установили семьи свои. Животные, кошки, собаки, это тоже проблема огромная, собирается тоже есть сборы на животных, на их питание, их тоже будут как-то расселять, раздавать, очень много людей, которые хотят себе взять, но так как хата, это далековато, от всей Турции, центра и так далее, внизу география карты, то, ну, как-то эта сейчас история наладится, и тоже их будут развозить, скажем так, будут раздавать. Мы бы были не против, конечно, взять себе или собачу, кошу, кого-нибудь себе домой, мы уже там говорили, только как их оттуда забрать, назовем так. Наши родственники из города выехали, они разъехались по язлыкам, язлык это летняя дача, домик за городом летний, там есть обычно камин, то есть там можно жить, они вообще дома пригодные к дому, на лето уезжаем, закрываем, тем более там такая курортная зона юг, там и тепло, там язлыки оборудованы не так, как при Стамбуле, да, на зиму, они мало закрываются, в общем, короче, там жить можно, это частные, обычные деревенские, скажем так, дома, дачи построены и так далее. Наши родственники все распределились, все разъехались, у всех все есть, уезжать никто не хочет, сначала они в шоке были, приросли к этим местам, мы не уедем, никогда не бросим, это посттравматическая история. Затем мародерство, вся история началась, они ждали, дома будут, вообще сейчас снимают крыши с домов, потом по этажам разбирают, вызывают людей, кто там жил, чтобы забирали свое имущество, то есть кто-то там все равно должен оставаться, документы, просто забрать свои, не просто имущество, я имею в виду, все, что в доме у тебя было, документы, имущество, как правило, не уцелело, телевизор и всякое такое, это не надо никому, я про то, что документы, документы на жилье, в том числе, различные, какие-то, может быть, вещи наше, чтобы что-то хоть одеть было, кто кого-то из семьи все равно приглашает, кто-то должен этим заниматься, они этого ждали, потом они уже собрались по языкам, разъехались, благо у них есть к этому возможность, есть где жить, как уезжать далеко, в Анталию, в Стамбул, еще куда-то, к родственникам разъехаться, в Марморис, все отказались, ну, потому что, на самом деле, все хотят остаться там жить, исторически, где жили, понимаем, что физически в ближайшие, там, год-два, это негде, по сути, жить, домов нет, они не хотят жить, скитаться где-то у родственников, еще как-то, это тоже некомфортно им самим, сказали, сейчас поживем, если как погода, от этого будет, все зависит, скоро, тем более, весна вообще должна наступать, да, то есть, по сути, в Язлоках жить можно еще до следующей осени, там будем смотреть, скорее всего, будут снимать жилье, куда-то в другие регионы уезжать, но самостоятельно планируют, сейчас еще непонятно, у кого, как с работой вообще-то, ну, короче, это очень миллион вопросов, это тебя налажено на жизни, в один момент утром, дай бог, проснуться, остаться живым, и у тебя ничего нет, ни работы, ни денег, ни перспектив, непонятно, что с твоим домом, и вообще не знаешь, ты за что браться и хвататься, то есть, это неделя, это слишком маленький период, строить какие-то планы, уезжать и так далее, больше уезжают оттуда те, у кого прям паника, шок, кто более-менее себя еще в руках держит, контролирует себя, остаются на месте, я в прошлом видео говорила статистику, 143 тысячи человек, после недели, как прошло землетрясение, только официально там разъехались, переехали и так далее, большинство людей, 10 миллионов, если что, остаются там на местах, не хотят уезжать, но и у турок ощущение другое, своего места, своя родина, еще попробуют турка выкорчевать со своего места, на руины будут, в палатке будут жить у своего дома, это немножко другой менталитет, который нам до конца не понять, в том плане, что мы воспитаны по-другому, с другими чувствами, вот это патриотизм и вся прочая история, здесь это тоже очень видно в этих ситуациях, посмотрим, что будет, меняются обстоятельства, меняются мнения люди, пока что вот у этих людей выбор вот такой, повлиять на него тоже не можем, это их выбор, они взрослые, с головой на плечах, они сами предпринимают какие-то решения в своей жизни, вот так сейчас социалка, что здесь люди, о чем думают, чувствуют, я хотела вам рассказать, вы мне об этом спрашивали, так что я сняла отдельное видео, спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока, спасибо за внимание,